Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Радости со Светланой. Сегодня я хочу вам рассказать о петуньи, которая радует меня всё лето и которую я посадила впервые. Это гигантская каскадная петунья серии Тайфун. Тайфун Ред Велюр и Тайфун Сильвер. Петунья гибридная требует большого объёма почвы. И у меня, вы видите, эти петуньи высажены в 200-литровые бочки, которые немного закопаны в землю. Два года они набивались растительными остатками. Они оседали, это обязательная процедура. Сразу набить и высадить ни в коем случае нельзя. В прошлом году в них были высажены огурцы. В этом году я подсыпала новую свежую землю и высадила в каждую бочку по две петуньи. Две рядом в центр бочки. Одна Тайфун Сильвер и вторая Тайфун Ред Велюр. И вы посмотрите, какой огромный объём они дали. Какие шары до самого низа бочки, по описанию на пакетике, до двух квадратных метров может занять петунья, высаженная в грунт. И до полутора квадратных метров свисать побеги мощные, очень побеги. Эта петунья была высажена мной, посеяна. В конце января, в начале февраля она взошла. Месяц я её досвечивала. Очень хорошо взошли все семечки. Их пять в пачке. Вот они, эти пачечки с фирмы Биотехника. Петунья Ред Велюр и петунья Сильвер. Например, бытует мнение в интернете, что из семенных петуньи этой серии не получишь такого результата, какой можно получить из вегетативных черенков. Ну вот, посмотрите, мои петуньи опровергают это мнение. Если бы бочки не были вкопаны в землю, то я уверена, что они бы и дальше, и ниже росли. Они заняли абсолютно всю боковую поверхность бочки и росли бы дальше. Очень хорошо они цветут. Постоянно уже с середины мая они высажены в эти бочки. Они покрыты вот таким шаром цветков диаметром около пяти сантиметров. Петунья Сильвер с фиолетовым оттенком. Кстати, замечательный запах стоит рядом с этими шарами. А петунья Ред Велюр совершенно очаровательная. Именно велюрового, бархатного такого цвета. Ну, просто изумительная. Никакого формирования уже после высадки я не делала. Я формировала её только, когда она у меня была высажена в ёмкость. До... ну, рассажена. То есть пикирована. Тогда я её подрезала. И всё. В общем-то, достаточно небольшим растением они были высажены в эти бочки. И вот такой потрясающий совершенно результат. Конечно, эти петуньи требуют ухода. Они много питания требуют. То есть каждый полив... А поливаю я по нынешнему жаркому лету каждый день. Каждый полив я совмещаю с подкормками. Причём подкормки как листовые, так и подкорень. И подкормки должны быть высокого качества. Потому что объём почвы ограниченный. Если подкармливать удобрениями, которые могут засолять почву, то ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому подкармливала я первое время особенно интенсивным монофосфатом калия. Хорошее, очень водно-растворимое удобрение. А сейчас фертика, бонафорте для питуней, растворин, кристаллон, гумат плюс 7, гумат калия. Сульфатом калия даже подкармливала. Потому что калий – это элемент, который необходим для обильного цветения. Для яркого цвета. И вот такой результат. Такие огромные шары. Они приводят в изумление всех моих соседей. Замечательный аромат, замечательный вид. Любуюсь, просто не налюбуюсь. Всего два растения. И вот сегодня середина августа. В течение трёх месяцев эта питунья радует нас всех своим цветением. Кроме этого, я посадила питунью в грунте. И сейчас мы с вами тоже на неё посмотрим. Вот они, эти замечательные тайфуны. Редвелюры Сильвер. Высаженные в открытый грунт. Вот на этой площади, которая занимает примерно 3,5 квадратных метра, высажено две питуньи Сильвер и одна питунья Редвелюр. И вот такой замечательный результат. Что мне ещё нравится в этих питуньях? Это то, что совершенно нет никакой мороки с обрыванием отцвёвшихся цветей. Всё это каким-то волшебным образом засыхает и, видимо, опадает внутрь куста. И в результате питунья смотрится очень аккуратно. Всегда шапка. Всегда очень ярких, очень аккуратных цветочков. И всегда они такие нарядные, такие свежие, что я просто даюсь диву. И это не один у меня такой вид. Есть ещё клумбочка. Здесь земля немножко похуже. И тоже высажены две питуньи. И причём одна из них – тайдал. Вот тайдал Сильвер. Он более белый, чем тайфун. Вот посмотрите. Вот тайдал. Вот тайфунчик. Он такой с фиолетовым оттенком. И между ними опять же тайфун Ред Велюр. И вот такое замечательное пятно цветовое, которое тоже удобряется, поливается с любовью. Питуньи нынче радует. И ещё могу показать питуньи, которые тоже этой серии находятся в 18-литровых вазонах. Здесь уже объём цветения, конечно же, совсем другой. Тем не менее, тоже совершенно замечательно смотрится и радует. Вот тайфун Сильвер, который сидит в 18-литровом вазоне. Рядом с ним тайфун Ред Велюр. И примастилась около Изи Вейф Йеллоу. Вот такое замечательное цветовое пятно. И ещё с другой стороны от беседки тоже Ред Велюр и уже Тайдал. Он более белый, тоже объём 18-литров. И, конечно, намного меньше шар, но ведь просто тоже замечательный рядом с Изи Вейф. Отдельно в маленьком горшочке Тайфун Ред Велюр тоже дал неплохой объём. Причём горшок 7 литров цветочный. Вот так выглядят эти питуньи в разном объёме при одинаковом уходе, в разном объёме земли. Замечательная серия. Обязательно буду покупать. И хочу сказать спасибо фирме Биотехника за доставленную радость в этом году. Я не знаю, с какого времени они выпускают этот семенной вариант этой питуньи. Насколько знаю, это американская селекция. Но я в прошлом году увидела и купила её впервые. Всего вам доброго, друзья. Выращивайте питуньи. Они приносят огромную радость. Всего вам наилучшего. Будьте здоровы!